Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». У нас на канале есть подробнейший обзор Volkswagen Touareg первого поколения. И там машина не подарок в плане надёжности. Говорят, что Volkswagen Touareg второго поколения просто лапочка, надёжен и непрекотливен. Давайте в этом разбираться. Так ли это? Итак, встречаем Volkswagen Touareg второго поколения. Второе поколение Volkswagen Touareg появилось в 2010 году, обновилось в 2014 году, покинуло конвейер в 2018 году. По сравнению с предшественником, эта машина перестала быть чересчур лихой, сохранила в основном достойные моторы, лишилась грозного битурбодизеля V10, даже в плане трансмиссии стала облегчённой. По умолчанию довольствуется приводом от Audi Q7. Салон стал просторнее и долговечнее. Подросла экономичность и уровень комфорта. И самое главное, Touareg в своём втором поколении перестал огорчать и разорять владельцев. Однако, если вы наслышаны о его надёжности и неприхотливости, не стоит обольщаться. Эта машина может разорить второго, третьего, четвёртого, пятого и так далее владельцев, если довести её до ручки и не обслуживать на профильных СТО. И, кстати, эта машина на данный момент продаётся. Ссылочка по ней будет в описании к этому ролику. Короче, мы подготовили полный гайд по проблемам и болячкам данного автомобиля. Ну что, поехали! Чем старше Touareg второго поколения, тем пристальнее надо следить за его кузовом и пристально очень осматривать машину на вторичном рынке перед покупкой. Краска может спучиваться вот здесь, вот на крыше вдоль лобового стекла сверху. Также краска может спучиваться ещё и на боковых стойках слева и справа от лобового стекла. Сколы на капоте, если они остаются голыми, тоже начинают надуваться через пару зим. Признаки коррозии могут появляться сзади, вокруг центрального стоп-сигнала, а также под номерным знаком. Бывает, что краска откалывается вблизи нижних молдингов и краёв дверей. И, кстати, вот эти молдинги тоже теряют нарядный внешний вид, мутнеют, покрываются царапинками и точками. Если Volkswagen Touareg оснащен бесключевым доступом, то эта система при пробеге примерно в 200 тысяч километров может перестать работать. Дело в том, что датчики находятся в самих ручках, и туда попадает влага и убивает маленькую микросхему. Если по системе появилась ошибка обрыв цепи, то можно отделаться пайкой. Для этого надо будет не только снять ручку, но еще и вскрыть ее бормашиной, чтобы добраться до электроники. Если электроника в ручке мертва, то тогда надо поставить донора и покрасить его в цвет кузова. Также еще продаются китайские ручки с датчиками. Стоимость примерно 50-60 долларов. Распространенная болячка этих Touareg – это неисправный замок багажника. Он либо не отпирается, либо не запирается. Проблема кроется в поломке червячной шестерни в его актуаторе. Новый замок стоит от $60 до $300 за оригинал. Но можно купить другой оригинальный замок, который подходит к Passat, Turan, Golf и другим моделям Volkswagen. Такой стоит от $25 до $110. В нем находится такая же пластиковая червячная шестерня, которую можно установить в замок Touareg. Иногда в Китае встречаются металлические шестерни этих замков. На старых Touareg все чаще появляется проблема с отказом заднего стеклоочистителя. Дело в том, что в его редуктор попадает грязь и пыль. Если вот этот вот пыльник задубел, который под поводком. Еще в редуктор может попасть жидкость из системы стеклоочистителя и вызвать в нем коррозию. Обычно все решается недорого очисткой шестеренок и смазкой, а также заменой уплотнений на новые взамен старых. Новый привод заднего дворника стоит от $100 до $350 за оригинал. Если нужны запчасти, по хорошим ценам, новый ИБУ обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Со временем вода может попасть в расположенную сзади на крыше антенну плавник. Поэтому, наверное, лучше для профилактики ее будет снять и посмотреть на состояние уплотнений на вводе провода в нее. Владельцам этих машин нужно держать в чистоте дренажей, которые находятся под лобовым стеклом. От этих дренажей идут трубочки, которые сливают воду за задние локеры. Так вот, локеры нужно снять и почистить дренажи. Если этого не сделать, то после дождя или после мойки в первую очередь намокнет ковролин в передней части салона. Ну а теперь добро пожаловать в салон. Салон «Туарек» второго поколения долго не стареет и сохраняет приемлемый вид. Оплетка рулевого колеса едва ли стареет к пробегу в 200 тысяч километров. Хотя, наверняка, будет выглядеть заполированной у этих машин, выглядеть поцарапанной может и потертой кнопка старт-стоп. Все остальные следы эксплуатации зависят от аккуратности владельца. У «Туарега» второго поколения может быть один или два вентилятора в системе климат-контроля. Если климат-контроль четырехзонный, то второй вентилятор находится сзади слева за обшивкой багажника. Так вот, со временем эти вентиляторы могут начать посвистывать и поскрипывать. А еще, если включить скорость обдува на максимум, то через несколько минут они могут отключиться, а через минут пять начнут снова работать. Но в любом случае все закончится полным отказом. Чтобы победить проблему работоспособности, надо снять вентилятор и оценить состояние его угольных щеток. Очень часто они бывают изношены, и поэтому вентилятор не работает. А вот если вентилятор в стадии подглючивания, то есть выключается на максимальных оборотах, а затем начинает снова работать, то надо снять вентилятор, вскрыть электронный блок, который в него встроен, а затем проверить состояние четырех резисторов, то есть подпаять те, у которых нарушен контакт с платой. Новый вентилятор стоит от 140 долларов до 400 долларов за оригинал. При больших пробегах случается проблема, когда стрелка указателя уровня топлива зависает в одном положении. Да, при некоторых условиях она может ожить, но все равно проблема повторится вновь. И эта проблема заключается в неисправности потенциометра в одном из датчиков уровня топлива. Каждый датчик находится в левой и правой половине бака. Новый датчик стоит 80 долларов за неоригинал и до 220 долларов за оригинал. Самый выгодный мотор для Volkswagen Touareg второго поколения – это 3.0 V6 DDI. У этих моторов 5 версий, то есть 5 вариантов мощности. До лета 2011 года устанавливали двигатели первого поколения. У них обозначение CASA, CATA и CASD. У нас CASA мощностью 239 лошадиных сил. Так вот, у этих моторов четыре цепи в приводе ГРМ, включая одну цепь, которая приводит маслонасос. А моторы второго поколения – с одной цепью в приводе ГРМ и отдельная цепь, которая приводит маслонасос и ТНВД. Все V6 TDI у Volkswagen Touareg очень долговечные и без особых проблем и без капремонта пройдут 700 тысяч километров. Если повезет с топливом, то форсунки протянут 500 тысяч километров. ТНВД не изнашивается, а турбина тоже будет дуть отлично примерно 500 тысяч километров. Залог успеха – это замена масла каждые 10 тысяч километров, либо же раньше, если автомобиль эксплуатируется в городских условиях. Ну а сейчас начнем с течей масла, которые в этом автомобиле проявляются при пробеге в 200 тысяч километров. Бытует мнение, что если появилось масляное запотевание сзади, то это потек сальник коленвала. Но прежде чем менять его, нужно посмотреть, а не течет ли масло откуда-нибудь сверху. Дело в том, что чугунный блок цилиндров этого двигателя прикручен к алюминиевой постели коленвала. Масло может появляться по этому стыку. Как правило, очаг появляется в зоне около стартера, это с пассажирской стороны, и может тянуться к передней крышке двигателя. И это самый неприятный случай, так как нужно располовинивать мотор, очищать стык между блоком цилиндров и картером и уплотнять это новым герметиком, скручивать новыми болтами. Кстати, причиной разгерметизации называют как раз вытягивание штатных болтов. Далее. В этих моторах в задней крышке есть штуки-заглушки. Их всего две штуки. Одна со стороны стартера, вторая диаметрально противоположна с водительской стороны. Так вот, со временем они рассыхаются и начинают пропускать масло. Какой выход? Надо купить новые заглушки и посадить их на новый герметик. Но для этой операции придется отсоединять мотор от трансмиссий. И вот если вы и ваш мастер-ремонтник убедились в том, что с задней стороны мотора есть масло, и вот те участки, о которых мы сейчас рассказывали, сухие, то именно в этом случае придется, скорее всего, менять задний сальник коленвала. Спереди может появиться запотевание по передней крышке, обычно с правой стороны, по переднему сальнику коленвала. А также еще переуплотнение может понадобиться и поддону. Прокладки там нет, лишь слой герметика. На этих моторах примерно с 2012 года масляный фильтр установлен в отдельном корпусе с термостатом и уплотняется с блоком двумя прокладками, находится спереди. Так вот, в этом месте и может начаться течь масло. Вдобавок, корпус еще пластиковый может треснуть. Все это по оригиналу продается одной деталью. Стоит 450 долларов. Ну а у нас мотор постарше и фильтр установлен вот здесь. У этого фильтра тоже пластиковый корпус, но термостата там нет, и проблем с трещинами не встречается. И, конечно же, у всех этих TDI V6 рано или поздно случается утечка из-под теплообменника, который находится в развале блока. То есть антифриз или масло, или все вместе может вытечь в развал блока. Вдобавок, эти жидкости могут еще смешаться в системе. Для более поздних моторов есть комплект, который состоит из теплообменника и прокладок. Стоимость его от 100 долларов до 400. А вообще, можно все прокладки купить отдельно. Цепи ГРМ, что на старых, что на новых моторах, служат хорошо и долго. Более 400 тысяч километров. Их растяжение можно диагностировать в ПО. Там есть параметр адаптации распредвала. Если этот параметр составляет от минус трех с половиной градусов до минус четырех градусов, то цепи уже начнут шуметь, а при значении порядка минус шести градусов могут перескочить. Правда, иногда цепи могут шуршать после утреннего запуска. В этом виноваты натяжители. Если угол адаптации распредвала не свидетельствует о сильном износе, то можно ограничиться только заменой натяжителей. Но все равно придется снимать заднюю крышку двигателя, а перед этим опускать мотор. В моторах первого поколения в обоих впускных коллекторах есть выхревые заслонки. Так вот, у них есть проблемы с тягами и с ними самими. А вот в моторах второго поколения заслонка всего одна. Она открывает либо перекрывает общий вихревой канал. Сервопривод этой заслонки находится во впускном тракте прямо над шкивом помпы. А сам трубопровод пластиковый, а не такой вот легкосплавный, как в нашем моторе CASA. Еще у старых моторов типа CASA есть зубчатый ремень в приводе ТНВД. Так вот, если этот ремень порвется, то тогда ТНВД перестанет накачивать мотор топливом, и он просто заглохнет. Еще во всех этих моторах в форсунках есть один нюанс – быстро прогорают огнеупорные шайбы под ними. Но при этом все прорывающиеся из цилиндров газа выходят наружу через специальные каналы, просверленные в ГБЦ. Однозначный признак прогоревших шайб – это кучки черной субстанции типа смолы на поверхности впускных коллекторов вблизи ГБЦ. С заменой шайб не стоит медлить, так как затем может перегреться распылитель соответствующей форсунке, и все может закончиться переливом топлива в цилиндр. Еще двигатели V6TDI уже второго поколения с завода получили однослойные прокладки ГБЦ, и поэтому этот двигатель, то есть эти моторы, очень чувствительны к перегреву. То есть надо держать основной радиатор охлаждения в чистоте и не полагаться на чип-тюнинг. Бывали случаи пробивания этих прокладок. Да, конечно, мы сегодня много рассказали про двигатели 3.0 V6TDI, но, скорее всего, эти проблемы проявятся на каждом моторе, но с периодичностью раз в 200 тысяч километров, то есть при больших пробегах. Отдельно еще упомянем систему EGR и шестеренки в дроссельной заслонке. Все это случается редко и недорого решается. Итак, идем далее. Самым мощным дизелем для Торек второго поколения был V8 объемом 4.1 битурбодизель. Этот 8-цилиндровый двигатель – версия двигателя V6 первого поколения. То есть у него тоже четыре цепи ГРМ со стороны маховика, масляный фильтр в развале блока и есть вихревые заслонки. То есть все сказанное выше, то есть ранее можно применить и к этому двигателю. Он живуч, надежен и в обслуживании не намного дороже, чем V6 TDI. Что неудивительно, Торек гораздо реже встречается с бензиновыми двигателями. Если вам такой попадется, то, скорее всего, в нем будет двигатель объемом 3.6. И это будет не V6, а VR6, то есть с рядно смещенным расположением цилиндров. У этих двигателей чугунные блоки, цепь в приводе ГРМ и непосредственный впрыск. Этот двигатель действительно очень надежен и хорошая, но прожорливая альтернатива дизельному двигателю, если вокруг дизтоплива плохого качества. И, кстати, он не такой тяговитый, как дизель. Износ двух цепей ГРМ можно оценить по адаптации распредвала. Значение должно быть от 0 до минус 7 градусов. Иногда из-за растяжения цепей этот мотор просто падает в аварию по достижению 4000 оборотов. То есть ситуация похожа на износ ТНВД. У бензинового VR6 даже меньше точек, откуда может подтекать масло. Проблемы с ним стандартные, мелкие. Например, поменять катушки зажигания, поменять мембрану ВКГ и другие мелочи. Может также начаться масложор. Но это только из-за того, что кто-то экономит на моторном масле, либо покупает дешевое, либо меняет его нечасто. А еще в этом поколении Touareg встречается с двумя двигателями бензиновыми, которые очень нечасто встречаются. Один из них – это гибридный с трехлитровым TSI V6. Этот двигатель любит поесть масло, а также разрушение катализаторов убивает его цилиндропоршневую группу. И вот этот мотор оснащен нагнетателем Итан. Ну и, наконец, последний вариант двигателя для Volkswagen Touareg второго поколения – это атмосферный, объемом 4,2 V8. Тоже не фонтан. Напыление на поверхности алюминиевых цилиндров держится недолго из-за бензина и из-за катализаторов. Появляются задиры. Цепи ГРМ еле выхаживают 150 тысяч километров, лопается впускной коллектор и иногда доходит до заклинивания коленвала. В общем, это худший мотор VAC того времени. Во втором поколении все Touareg были двухпедальными, оснащенными восьмиступенчатыми трансмиссиями Aisin TR80SD. Это супер-мега-надежная трансмиссия. Если двигатель не чипован, то она без труда пройдет и 400 тысяч километров. Фильтр в ней меняется после снятия поддона, а на частичную замену достаточно 6 литров масла Toyota WS. Отдельно отметим, что нужно следить за сохранностью радиатора охлаждения вот этой трансмиссии. Дело в том, что он находится в самом низу пакета и обдувается воздухом через щель в бампере. То есть в него могут попасть камни, пробить его, а также реагенты со временем могут вызвать сквозную коррозию и обязательно вызовут. То есть можно остаться без АТФ прямо во время движения. Ну и напоминаем, что вот этот вот красавчик на данный момент продается. Ссылочка по нему будет в описании к этому ролику. Также не забывайте, что в «АвтоСтронге» помимо очень качественных БУ запчастей есть еще абсолютно новые и технические жидкости. Так что обязательно звоните нам, пишите в мессенджерах, пишите в соцсетях, заходите на наши сайты, будем рады. Еще у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен байк обязательно в «МотоСтронг». Ссылочка в описании к этому ролику. Ну что, мы на ИСТО и продолжаем. У «Туарег» второго поколения было два типа раздаток. Первый вариант на основе самоблокирующегося дифференциала «Торсон» без понижающего ряда в трансмиссии. Опционально для машин с дизельным V6 предлагался пакет «Terrain Tech» с двухступенчатой раздаткой и блокируемым центральным и задним дифференциалом. И у нас, кстати, первый вариант. У полноприводных трансмиссий у «Туарега» второго поколения никаких проблем нет. В раздатке надо менять масло. Разное масло для одной и для второй раздатки хватает одного литра на замену. В редукторах тоже нужно менять масло. Есть сливные пробки, есть заливные пробки. На замену идет по одному литру. Пневмоподвеска у «Туарег» тоже хороша. Ее система закрытая. В нее заправлен азот, и влаги там нет, хотя система сообщается с воздухом. Компрессор засасывает воздух из спускного тракта позади воздушного фильтра. А сам компрессор установлен на днище спереди справа. Когда уплотнения начинают стравливать азот, что заставляет компрессор включаться чаще, в систему может попасть воздух и влага, и влага может вызвать подмерзание зимой. В зависимости от климата и условий эксплуатации советуют один раз в 1-2 года перед зимой для профилактики накачивать систему азотом и менять осушитель в компрессоре. Сам компрессор служит примерно 200 тысяч километров, если система сухая, то есть без влаги. Есть ремкомплекты для компрессора, поэтому нет проблем отремонтировать его дешево. В задней левой арке проложены трубки с заднего контура кондиционера. Из-за влаги они корродируют, а из-за отломившегося крепления они трескаются. Но эти проблемы легко решить – просто заменить эти трубки на шланги. В передней левой колесной арке со стороны моторного щита может быть установлен автономный отопитель. Не на всех машинах он есть, но если есть, то лучше проверить его работоспособность. Речь идет об Эбишпехер Hightronic 2. Он известен тем, что живет примерно 200 тысяч километров. Из-за температур и вибраций в его ЭБУ портится пайка, то есть пропадает контакт электронных компонентов с платой. Конкретно если говорить о Туареговской версии, то они очень слабо поддаются ремонту. И тогда приходится покупать бэушный либо новый, что очень дорого. Также можно отделаться иногда заменой термодатчиков, но проблем с ЭБУ это не отменяет. Ну а теперь вернемся к радиаторам. За ними нужно присматривать и отмывать их от грязи. Про радиатор АКПП мы уже говорили. Еще надо уделять внимание к подведенным к нему трубкам. Они частенько корродируют и дают протечку. То же самое из-за грязи и влаги случается и с радиатором гидроусилителя. Интеркулеры дизельных моторов установлены в щеках переднего бампера. Грязь на них летит как спереди, так и со стороны колес. В общем, интеркулеры надо отмывать хотя бы каждой весной. Подвеска у Volkswagen Touareg оказалась приятно живучей и останется таковой с оригинальными деталями. Первые здесь вылетают стойки стабилизатора примерно на пробеге в 70 тысяч километров стоят от 10 до 50 долларов. 50 долларов это за оригинал. Втулки стабилизатора переднего стоят примерно до 15 долларов за полукольцо, а их спереди 4 штуки. Ходят примерно 100 тысяч километров. Первым из сайлентблоков сдается вот этот вот задний гидравлический. Он трескается и вытекает. Стоит от 20 до 90 долларов. В рычаге есть еще два сайлентблока спереди. Один вот этот вот в точке крепления с подрамником стоит тоже до 90 долларов. И есть еще сайлентблок в точке крепления амортизационной стойки. Он стоит от 6 до 40 долларов. Сайлентблоки верхних рычагов и шаровые опоры на этих машинах служат более 200 тысяч километров. У машин с пневмостойками нередко наблюдается картина набивания грязи внизу под кольцо пыльника. Это приводит к вспучиванию уплотнительных колец, что в свою очередь приводит к разгримметизации баллона. А у версии с пружинной подвеской долговременная атака реагентами приводит к обламыванию нижних витков пружин. В задней подвеске у Туарега по 4 рычага. Отдельно можно купить только самый нижний сайлентблок ЦАПФы. Он стоит от 10 до 40 долларов. После 150 тысяч километров может потребоваться замена верхнего рычага и развальной тяги из-за износа сайлентблоков. Эти рычаги в оригинале стоят 170 и 110 долларов соответственно, а заменители от 25 до 60. Отдельно продаются неоригинальные сайлентблоки к ним. С тормозной системой у Туарег полный порядок. Тормозные суппорты на 4 или на 6 поршней. В данном случае у нас на 4. Механизмы не капризные. Качественные, либо же оригинальные диски-колодки служат долго и без проблем. Раз в 150 тысяч километров у версии с пневмоподвеской придется поменять датчики дорожного просвета. Датчики стоят от 80 до 200 долларов. При больших пробегах реагенты могут испортить сайлентблоки заднего подрамника. Сайлентблоки заднего подрамника по 130 долларов за штуку. Сайлентблоки переднего – от 90 до 130 долларов. Ну а в целом подвеска «Фольксваген Туарег» надежная и живучая. То есть хорошая. Ну и еще раз напомним, что в данный момент вот этот вот красавец продается. Ссылочка на него будет в описании к этому ролику. Ну что сказать, «Фольксваген Туарег» второго поколения до сих пор остается надежным автомобилем. Не таким, как его старший брат, «Фольксваген Туарег» первого поколения, который больше стоял на СТО, нежели ездил. Но ни о какой бюджетной эксплуатации не идет речь. Тем более, если у вас автомобиль просит заменить какие-нибудь уплотнения и течет маслом отовсюду. В общем, надо его обслуживать качественно на профильных СТО. Ну, то есть не экономить. И будет все хорошо. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».